МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По словам спасателей, эвакуация из здания началась с прибытием первого расчета. Тогда без сознания из дома вынесли двух детей. Девочек 2014 и 2015 годов рождения. Их жизнь оборвалась в больнице. Следственным отделом по городу Красногорску уже возбуждено уголовное дело. Тем временем дом обесточили. На этажах спасатели проливают деревянные перекрытия, чтобы пламя не занялось вновь. Жильцов квартиры пока не пустят. 27-й, да, везем их на Ильинский тупик. 25-й у нас уехала сюда. 25-й в Зенит, да. 25-й привезли в Зенит. Сейчас привезем сюда бабушку из 21-й квартиры. Из 26-й должен тоже. Из 26-й поедем. В соседнем здании был развернут оперативный штаб тех, кто не смог устроиться у родственников. Разместили в гостинице Зенит на Речной улице. Администрация организовала питание, доставку в места для ночлега и обещала всестороннюю помощь пострадавшим при пожаре. Шесть квартир, соответственно, выгорело. На данный момент обратилось 14 человек за помощью. Завтра будет проведена комиссия по чрезвычайной ситуации, на которой будут проработаны все вопросы и будет дана оценка о том, какие необходимо дальше действия провести. Сейчас на данный момент не было даже еще обследования, то есть только пожарные закончили работать. После всех обследований будет продолжена работа. Оперативный штаб будет работать и ночью. открыта горячая линия. В причинах пожара в старом доме на Пионерской улице будут разбираться следователи. Назначен ряд экспертиз.